Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрган. В прямом эфире программы «Случаи с практики» и я, Екатерина Борж. Все сказки заканчиваются на самом интересном месте. Признание в любви, потом они поженились и жили долго и счастливо. Но как именно жили, сказки уже поведать не могут, потому что после свадьбы начинается... А вот что начинается, это каждая пара решает сама и сама пишет историю своей семьи. Что сделать, чтобы сохранить любовь и счастье на долгие годы, нам сегодня подскажет психолог Юлия Першукова. Юлия, добрый день! Добрый день, Екатерина! Напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60 с вашими вопросами, либо семейными историями, или секретами семейного счастья. Пожалуйста, делитесь, звоните на телефон прямого эфира и не забывайте, пишите нам на секью, участвуйте в нашем эфире. Юлия, ну так ли вот обязательно любовь заканчивается после того, как люди вступают в брак через 2-3 года? Ну, это зависит от самих людей. Однозначно, что любовь может видоизменяться. То есть, чтобы каждый человек понимал, что как он сам меняется, как меняется все вокруг, так же самым может меняться, видоизменяться качество отношений. Но это не значит, что если на начальном этапе отношений мы друг друга любили, то через 5-10 лет мы друг на друга не сможем смотреть. Поэтому все зависит от тех людей, которые в паре. При этом нужно полагать, что если мы меняемся, наши отношения меняются, значит, чтобы они менялись в ту сторону, в которой нам нужно, чтобы они оставались того качества, которое нам нужно, нам надо прилагать для этого определенные усилия. А когда появляется первое ощущение, что любовь, она меняется? Говорить все-таки не о потере любви, а о изменении чувств? Если говорить об изменении, это уже после года отношений, уже отношения начинают несколько видоизменяться, уходит вот этот романтизм, конфетно-букетный период начинает изменяться другими вопросами, бытового характера, люди начинают решать более серьезные отношения. Затем 3 года, 7 лет и так далее. То есть по кризисам семейных отношений, там, когда остро ощущается. При этом это не означает, что каждая пара должна… Вот у них 3 года они вместе прожили, они сидят и ждут кризис. Это не значит, что однозначно у каждой пары этот кризис будет протекать болезненно, с какими-то изменениями в худшую сторону. Это условно все-таки. Да, да. Если до этого пара вкладывалась в свои отношения, они заботились друг о друге, они с пониманием и с принятием относились к тому, что изменения закономерны, и мы стараемся, чтобы эти изменения были в лучшую сторону. Тогда вот эти кризисы, они зачастую могут даже проходить незаметно для самих пар. А проявляться каким образом они могут? Как можно понять, что именно вот это кризис? Да, проявляются чаще всего через собственное эмоциональное состояние. Каждый из партнёров начинает ощущать определённый дискомфорт, и при этом дискомфорт этот начинается выражать своему партнёру. То есть накапливается то недовольство, неудовлетворённость к качествам отношений, начинаются определённые претензии. Это уже один тревожный звоночек того, что отношения стоит на них обратить внимание и определённую работу провести. Помимо этого нужно обратить, если вы теряете интерес к своему партнёру, независимо, мне становится неинтересно с ним куда-то выходить, проводить вместе время, либо даже в сексуальном плане. Если у меня не вызывает определённых желаний мой партнёр, то это тоже определённый звоночек того, что отношения требуют к себе внимания. Но при этом это какие-то очень явные состояния, то есть ругаемся, оно понятно, беспокоит, начинаем задумываться, почему, понимаем, что всё это видоизменяется. Может, есть смысл каким-то образом профилактировать, ну не знаю, каждый месяц проводить анализ того, какие взаимоотношения, может, поменялись они как-то, почему они, чтобы в самом зачаточном состоянии искать вот это переключение, чтобы не довести до чего-то нехорошего. Да, это как с нашим здоровьем. Лучше периодически заниматься профилактикой, чем потом лечением какой-то болезни, либо какого-то недуга. Точно так же и с отношением. Желательно проводить определённую профилактику, чтобы потом не заниматься лечением. Но это не означает, что вам каждую неделю нужно садиться с подробным отчётом, что ты чувствуешь, что я чувствую. Желательно просто договориться, какой период брать, например, по истечению месяца, двух месяцев. И вводить это не так, что у нас будет с тобой серьёзный разговор по поводу наших отношений. То есть поменять свой взгляд к этому. И точно так же, как и поменять вообще подход. Вроде бы как нормально работаем над отношениями, но с другой стороны мы на работе работаем, мы дома работаем. И вот этот подход работаем, то есть опять возникает ощущение, и часто можно слышать от клиентов, я устал или я устал уже что-то делать, мне не хочется работать. Поэтому желательно просто на это посмотреть, как на увлекательное мероприятие. И для этого не обязательно сидеть и разбирать, чем ты недовольна, чем я недоволен и так далее. То есть можно подойти... То есть как мимоходом? Нет, это можно просто организовать через приятности друг к другу. Например, это какой-то приятный выход вместе в кинотеатр, в кафе, в ресторан, где-то там, может быть, просто на лыжах покататься. И в совместном досуге обсуждать определённые моменты. Там очень сложно, наверное, уйти на обвинения, нет? И вот как раз они и не нужны. Вот в чём заблуждение многих пар, что они начинают копаться именно в претензиях. Они начинают с претензий, и эти претензии с каждым разом всё усиливается, увеличиваются. Хотя претензии, ведь каждую претензию можно переформулировать в качестве пожеланий. И когда человек слышит не претензию, это ты мне не даёшь, это ты виноват, это ты не делаешь. Единственная реакция, которая вполне естественна, это самого себя защитить. Я, в принципе, много чего делаю, а ты что делаешь? И начинаются взаимные упрёки, которые приводят только к тому, что состояние в паре, оно только ухудшается, отягощается этими претензиями. Поэтому прежде чем сформулировать свою претензию, желательно её видоизменить в качестве пожеланий. Мне бы хотелось. Я счастлива, когда ты делаешь что-то. Я чувствую твою любовь, когда ты то-то и то-то. Совсем другое. Нашим телезрителям напомню, телефон прямого эфира 46 90 60, пока у нас есть уже звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вообще считаю, что все мужчины одинаковые, а до свадьбы они такие хорошие, всё делают, да, и цветочки там и всё, а в остальное время лежат на диване. Или за компьютером сейчас уже у них новое появилось. И чтобы их что-то заставить делать, это очень сложно. Спасибо большое. Вот мнение такое. Все мужчины одинаковые. До свадьбы всё хорошо, после свадьбы укладываются на диван, ничего не делают, уже меняются, совершенно другими оказываются. Да. И здесь, хоть я и сама являюсь женщиной, но то же самое могу сказать про женщину. Если женщина на начальном этапе за собой смотрит, не позволяет себе там встречать мужчину там в халате, либо в неухоженном виде, какие-то приятности ему делает, то с заключением брака или когда пара начинает жить вместе, женщина тоже эти многие моменты убирает. Она начинает не приносить ему чай, а говорить, иди сам себе налей. Да, не пойдём куда-нибудь вместе сходим, а я схожу туда-то сама, либо там ещё что-то. То есть изменяется не только мужчина, но изменяется сама женщина. И до тех пор, пока в паре каждый будет тыкать друг на друга, это ты перестал дарить цветы, это ты стал лежать на диване, сложно будет найти определённое какое-то решение, которое выведет отношения на качественно новый уровень. Нужно взять ответственность на себя. Если мой партнёр до брака дарил цветы, то что я сделала неправильно, или что я стала делать не так, что он почему-то решил, что можно теперь этого не делать. То есть какое-то моё поведение повлекло его такую реакцию. И тогда я смотрю на своё поведение. Может, какой-то один замечательный момент, когда муж пришёл после свадьбы, всё-таки подарил цветы, и вы сказали ему, ну зачем тратить столько денег. Да, можно было купить поварёшку. И муж в следующий раз. Да, можно поварёшку или колбасы, в конце концов. Да, да. И он перестал. То есть либо какое-то поведение, либо не было сказано вот этого банального спасибо, или оно было сказано вот так вот. Ну спасибо, как будто само собой разумеющуюся. Тогда как в конфетно-букетном периоде у женщины зачастую горят глаза, она восхищается даже одной розочкой, она счастлива и довольна любому знаку внимания. Тогда как потом отношения развиваются, и её восприятие меняется, и её поведение меняется, и следовательно, меняется поведение мужчины. А если вот на ситуации, когда на самом деле мужчина ведёт себя совершенно по-другому, можно ли как-то вот просчитать тип? Заранее. Вот что, ну вот он такой. Да. Если, конечно, вы повстречались неделю и заключили брак, или стали жить вместе, то, безусловно, какие-то моменты вы могли не увидеть. Но если вы встречаетесь там 3-6 месяцев, то человек не может постоянно держать себя в напряжении и играть какую-то роль. Но если люди не живут вместе, почему нет? Во время свидания, наверное, держать себя в рамках? Можно, но всё равно заметно. Как он обращается к обслуживающему персоналу? Оплачивает ли счёт он? Провожает ли он? Беспокоится ли? Как ты доберёшься до дому? Либо сам провожает. Определённые моменты активный мужчина или пассивный мужчина уже можно увидеть на начальном этапе отношений. То есть это всё видно. Никто, ну вот в течение длительного времени не играет в принца, и потом, а вот я на самом деле не принц. И при этом через 3 месяца где-то условно, и мужчина и женщина начинают показывать свои какие-то отрицательные стороны, что вполне естественно, чтобы и мужчина, и женщина понимал, что вот я такой замечательный, но у меня есть такая особенность. Либо ты принимаешь меня, либо не принимаешь. То есть и женщина также может демонстрировать, да, я такая замечательная хозяйка, любовница, девушка, женщина. Но вот у меня есть такая особенность. Я, например, спыльчивая, да, либо там эмоциональная. И мужчина уже сам для себя определяет. Либо я продолжаю отношения, либо с них просто сруливаю. Все это может быть замечательным. Еще раз напомню нашим теледрителям, телефон прямого эфира 46 90 60. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. И вот на стекью пришло мнение, точнее подсказка, я бы сказала. Самый лучший еще бабушкин способ напоить парня хорошенечко и посмотреть, как он себя ведет. Если агрессивно и противно, то такое есть он внутри. А если спокойным и добрым становится, то хватайте за него двумя руками. Да, но вот по-моему, проверить через не совсем хороший способ. Не хороший, потому что действие алкоголя, опять же, подумайте, вот если бы вас напоили, вы тоже бы себя адекватно вели или не совсем адекватно. Воздействие алкоголя на всех людей по-разному. Вот кого-то оно усмиряет, а кто-то наоборот становится более буйным, активным, любвеобильным, а кто-то наоборот закрывается в себе. То есть это не тот способ, с учетом того, что мужчина же не будет употреблять каждый день до такой дозы, чтобы становиться невменяемым и показывать вот эту свою другую, дурную сторону. Поэтому алкоголь – это не лучший способ, потому что однозначно алкоголь не может, в больших дозах не может влиять положительно на любого человека, каким бы он адекватным, замечательным не был, ну вот в трезвом, в нормальном состоянии. Поэтому, да, можно посмотреть, как он ведет себя, когда употребляет, но не до поросячьего визга, чтобы проанализировать. Проанализировать, знает ли он свою дозу, может ли он сам себе сказать «стоп», чтобы мне не приходилось там в каких-то компаниях постоянно его подпинывать или щипать, что вроде как хватит. То есть если мужчина демонстрирует, что я сам знаю свою дозу, я употребляю столько, сколько мне хватает для того, чтобы чувствовать себя весело, замечательно, то ничего там страшного нет. А выстраивание чувств, любовь, вот оно всегда одинаковое было. Опять-таки, бабушкины советы, актуальны ли будут они в наши времена? Потому что терпи. Актуальны только нужно с учетом на сегодняшний день. То же самое по терпению. Ведь он актуальный только не так, что терпи побои, либо терпи унижения, но будь терпима к недостаткам мужчины. И тогда он будет терпим к каким-то твоим особенностям. Терпимость, она вообще очень важное качество в отношениях. Гарантий ведь, что взаимное терпение будет. Нет, да? То есть нужно когда-то рискнуть и проверить, получается так? Чаще всего по закону протяжения все возвращается бумерангом. То, что я даю в отношениях, если я проявляю терпимость, то и партнер к моим каким-то недостаткам может проявить терпимость без какой-то критики, сильных замечаний, либо выяснения отношений с разводом. Еще один звонок у нас есть. Давайте примем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я Мария. Здравствуйте. Мария, я замужем в 16-й год. И живу с мужем очень счастливо. Мария. В чем секрет? Вы, пожалуйста, ориентируйтесь на то, что вы слышите в трубке, потому что... Хорошо. На первых порах мы всегда друг другу помогали. Он труба полотит, я труба полотит. Я стираю, и он стирает. И до сих пор мы что-то делаем вместе. Главное доверять друг другу и жить без ревности. Были сушки ревности, но надо это застоить. Очень, очень глубоко, и будет все в порядке. Главное – жить без ревности. Спасибо большое вам за звонок. Вот, если вот друг другу. Самая любовь, мне кажется. Вот, когда один из них заболеет, ты ухаживаешь за ним, как, не знаю, за кем. Вот, прямо так, уже не можешь, думаешь, все, пропадет человек. Надо принять его за кем и помогать, помогать, помогать ему, чтобы он встал на новое. И ты любишь, и он будет тебя любить. Спасибо большое вам за звонок. Вот такие три секрета счастья, получается. Не ревновать, все делать вместе и ухаживать друг за другом. Обсудим все это после небольшой рекламной паузы. Напомню, телефон прямого эфира 469060. Не забывайте про ССК и, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случаи из практики». Сегодня мы говорим о том, как сохранить супружеские отношения по-настоящему счастливыми. И обсуждаем секреты, что можно сделать. Мы сегодня с гостью нашей студии, психологом Юлией Першуковой. До выхода на перерыв наша телезрительница три своих секрета. Я думаю, они актуальны. Давайте их немножко обсудим. Отсутствие ревности в отношениях. Дает ли оно, на самом деле, прочность отношений? Дает, но вот здесь, опять же, нужно… Все для нас является и лекарством, и все для нас может являться ядом. Поэтому, если это чрезмерное состояние, чрезмерное чувство ревности, оно будет мешать отношениям. Если это здоровая ревность, то есть выраженная в том, что мне интересно, с кем ты общаешься, где ты, когда ты приходишь домой, то это определенный показатель того, что человеку, подростковым сленгом, не пофиг на меня, поэтому он беспокоится, какой у меня круг друзей, с кем я общаюсь, где я провожу свое время. Потому что, если человек перестает задавать эти вопросы, то возникает ощущение, что ему, по сути, все равно, во сколько приходишь домой, с кем общаешься, и как ты проводишь свое время. Поэтому в умеренных количествах так, чтобы это не мешало и выражалось не в выяснениях, кто на тебя посмотрел, или кто тебе что написал. Не в вспышках, а просто в определенном понимании. Да, что у меня эти вопросы волнуют, они мне интересны. Второй секрет – все делать вместе. Вот они и дрова рубили вместе, и все. Ну вот здесь бы я переформулировала несколько. Это наличие совместной деятельности. Уж можно не прямо все делать, потому что мужчине и женщине… Что-то должно быть вообще обязательно. Да, нужно свое время для того, чтобы побыть одному, что-то самостоятельное поделать. Могут быть какие-то проекты, где я участвую без мужа, либо муж участвует без меня. Но при этом должны быть совместные проекты, где участвуют все члены семьи, в том числе и мужчина, и женщина. То есть это объединяет, безусловно. Точно так же, как приготовленный вместе ужин, либо строительство дома, проектирование его строительства, участие в этом. То есть это все будет объединять. И ухаживать друг за другом. Мне кажется, это актуально, наверное, не только для супружеских паров, а вообще в целом, всей семьей, те люди, которые вам дороги, если на самом деле они дороги, то вы будете в любом случае ухаживать, особенно в сложных ситуациях. Забота – это как способ проявления любви. Я забочусь о тех, кого я люблю. Поэтому если эта забота присутствует, то у другого человека возникает ощущение, что меня любят, меня ценят, меня принимают. Еще один звонок примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Как решить такую проблему у меня? В общем, я с детства считаю, что мужчина должен доминировать в семье. А вот мою подругу это не устраивает. Она постоянно, как сказать так… Она требует равенства или она хочет быть главной? Скорее всего, она быть главной. Для меня это вообще неприемлемо. Не по каким предлогам даже. И вот постоянно ругается. Вот что делать? А кроме вот кто главный, остальное все устраивает, я так понимаю, да? Ну да. Спасибо большое вам за звонок. Что делать? Разрешить. Договорить. Здесь как раз наглядный пример не партнерских отношений в браке, когда договариваются, а как раз в паре мужчина и женщина конкурируют друг с другом. И здесь для того, чтобы не спорить, просто нужно один из способов является разделить сферу влияния. Дайте ей доминировать на кухне, а вы доминируете, например, в какой-то другой области. Это в качестве примера, чтобы ваша подруга сейчас не обижалась, что место ей на кухне. То есть у каждой семьи же по-своему. Где-то мужчина лучше готовит. То есть распределить просто сфер, то, где мы вместе функционируем. За это отвечаешь ты, ты здесь доминируешь, я к тебе прислушиваюсь, а за это отвечаю я, здесь я доминирую. И тогда каждый будет, в принципе, чувствовать себя комфортно и довольна. У каждого вот это состояние власти, состояние нужности, доминирования, оно будет. Вопрос на Секью. Здравствуйте, в браке год. Есть маленький ребенок, не складываются отношения со свекровью, жить вместе не можем. Муж встает на сторону родителей и говорит, любила бы, смогла бы ужиться. Подскажите, пожалуйста, что делать? Александра. И до брака боготворила, это уже подписка, после брака как подменили. Вот так. Потому что до брака, скорее всего, пока не было ребенка, женщина активно и не конкурировала с родителями мужчины. Вот это самое часто, очень часто встречается ошибка, особенно когда вместе живут, женщина пытается подвинуть родителей, то есть стать более значимой. И зачастую это происходит, либо явно продемонстрировать, что теперь мое слово важнее вашего слова, и что теперь мужчина определяет то, как я скажу, и он делает. Так и не явно это может быть выражено, когда женщина пытается стать для мужчины более значимой, чем его родители. А если за основу в этих отношениях взять, что родители в любом случае для любого ребенка, в том числе и для моего мужчины, могут быть и должны быть на первом месте, как у хорошего сына или у хорошей дочери, но при этом у нас разные сферы взаимодействия с этим мужчиной. Они с ним взаимодействуют как родители, и он там функционирует как сын, а я с ним взаимодействую как женщина, как жена, как мать его детей. И у меня сфера взаимодействия с ними другая. Как только же они начинают вот это взаимодействие друг с другом, смотреть, где он больше, кого он больше выбирает, и на какую сторону он становится. То есть это наверняка сложно, когда молодые живут с родителями на одной территории, когда хозяева родители там. Это же очень сложно. Сложно, но недоозачатие ребенка, они же не жили в отдельной квартире, они же как-то определяли, и даже если жили, они потом определяли, что возможен будет переезд к родителям. То есть это не происходит зачастую, это не происходит вот так, как снег на голову. Это зачастую люди и начинают жить с родителями, рожают детей, и затем вот возникают определенные сложности. Конечно, двум хозяйкам даже на одной кухне сложно. Это неоспоримо, что желательно молодым, даже не молодым, жить отдельно от родителей. Но если уж вы вынуждены жить у родителей, то есть по сути на территории родителей, то здесь нужна определенная вот как раз вот эта терпимость, определенное понимание, что они функционируют как родители. И мы, то есть в состояние благодарности подходить, что они дают по сути кровь, они разрешают. То есть поменять свою позицию, возможно, позиция свекрови или тещи, она поменяется, если пока пара вынуждена жить с родителями. То есть не вставать в открытый конфликт или в скрытый, кто здесь перетянет канат и кого поддержит мужчина. Убрать вот это, поддерживает он маму больше или меня. Он и маму поддерживает, и меня поддерживает. Выбор-то не нужно такой заставлять делать. Конечно. Кроме того, у меня сейчас возник в голове такой вариант. Если в браке год и есть маленький ребенок, ребенку явно меньше года, то есть может быть вы просто устали. И хотите внимания. Внимание. Вы хотите, может быть, поспать, отдохнуть, и вот эти вот психологические силы, они восстановятся, и вы будете на ситуацию совершенно по-другому смотреть. Попросите помощи. Дайте ребеночка, чтобы с ним погуляли, и вот поспите. И может быть, на самом деле, многие проблемы сами с собой и убегут. Еще какие-нибудь секреты, как сохранить все-таки? Любовь, хорошие взаимоотношения, добрые. Мы говорили, что любовь, она модифицируется, потом она, ничего страшного, переходит в дружбу. Дружба, она тоже важна в семейных отношениях. Что-то может быть такое, практически какие-то советы. Вот можно сделать так-то, так-то. Ну, а в первую очередь, это нужно свой подход проанализировать, как я отношусь к нашим отношениям, и как я отношусь к любым изменениям. Если я отношусь позитивно, смотрю, что все изменения, происходящие в моей жизни и в нашей семейной жизни, они происходят в любом случае на благо, то тогда к этим изменениям и будет позитивное, положительное отношение. Если говорить о практических действиях уже не на уровне, как я это воспринимаю, а на уровне, что я делаю, то здесь самое главное взять на себя ответственность, что качество отношений зависит в первую очередь от меня. Как я себя чувствую, это зависит в первую очередь от меня. Поэтому если мне не хватает любви от партнёра, значит, я её должна начать давать, эту любовь партнёру. Если мне не хватает заботы… То есть не требовать? Не требовать, а давать. Мы сначала даём, а потом что, получается? Да, и зачастую по практике всё это возвращается. И мужчина поворачивается и даёт те знаки внимания, которые необходимы. Не когда его трясут за горло, дай, дай. Да, когда ему даёт, и он видит, и он хочет, и он желает давать сам в ответ. Точно так же, как и от женщин. Не когда её, да, там с претензиями, что мало секса, либо ещё чего-то. А когда сами начинают проявлять со своей стороны активность, берут ответственность на себя и начинают, ну вот, выстраивать эти увлекательные отношения. То есть каждый день можно себе задавать, что я сегодня сделал приятно для себя и для своего партнёра. И уже будет повод сделать приятно и себе, и своему партнёру. То есть акцентировать больше, большое внимание, акцентировать на приятностях, да, на тех радостях, на тех совершениях совместных, которые мы делаем. Ну и включить всё то, что мы сегодня говорили, да, использовать совместную деятельность, разговоры, совместный досуг, радости друг для друга. Звонок у нас ещё один есть, примем. Мы приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня сын, жена, уже 4 года, и вот все эти 4 года уже есть ребёнку год и 8. И вот конфликт у них с женой, получается, у меня. То есть не у меня с невесткой, а у них у молодых. И при каждом конфликте она пытается уйти, ну, уходит к своим родителям. Поживёт там неделю, две. Как всё классически. Ну, получается, как шантаж, вот она разводом на не хочет подавать, вроде как любит, и вот этим уходом она добивается своих каких-то интересов. Что делать? Потом они через неделю возвращаются. Я не знаю, как им помочь, как их как-то вот, вот эти уходы, они ничему не приводят. Спасибо. Понятен ваш вопрос. Спасибо большое за звонок. Ну, вот прям сюжет из кинофильма. Мне ничего не нравится, я ухожу к своей маме. Или как из анекдота. Да, да. Вот как действовать супругу? Это тоже зачастую. Может ли помочь чем-то мама? Это тоже очень часто встречаемая ошибка, что в конфликтах люди начинают жить отдельно. То есть пытаясь этим не решить конфликт, а тут, как правильно заметили, сманипулировать мужчиной или женщиной. То есть я ухожу, а теперь ты делай всё, чтобы я вернулась, либо чтобы я вернулся к тебе. То есть это способ... Мне кажется, просто сейчас отношение к браку немножечко другое, не такое, как может быть там лет, ну, предположим, сто лет назад, да, когда тебя отдали в семью, и ты вот надо строить отношения. Вот сейчас из-за каких-то мелочей люди взрываются. Вот это не так, потому что у меня есть возможность уйти к маме, у меня есть возможность пошантажировать тем, что я с тобой разведусь, и ты не увидишь видеть ребёнка. Из-за этого вся какая-то ерунда. Да, и здесь идёт манипулирование, а не решение какого-то конфликта. И здесь зачастую почему это происходит? Потому что в нашем восприятии мы почему-то радости готовы делить вместе, когда у него повышение по зарплате, по карьерной лестнице, всё равно хорошо, мы радуемся, мы почему-то к маме не уходим. Изменения позитивные. Но как только изменения идут не позитивные, мы почему-то решаем, что должны быть не рядом, не решать этот вопрос, а почему-то уходить. То есть вопрос, если мы вместе переживаем и радости, то нужно научиться вместе разрешать конфликты. Это не значит, что нужно теперь сидеть, если мы конфликтуем, сидеть друг с другом, и вот друг друга там каким-то образом претензии говорить, дальше ссориться и ругаться. Можно отойти друг от друга, но не меняя территории. Мы находимся на одной территории, и нам быть друг друга видеть, друг с другом взаимодействовать. Это нужно попробовать мужу донести жене, получается так, если она так делает? Понимаете, когда она первый раз так сделала, он ей закрепил эту реакцию, он показал, что вот этот способ манипуляции работает. А если бы он потом обсудил этот момент, вот если твой уход будет, я не буду так больше реагировать, если ты посчитаешь нужным уйти, то это твое право. Ты взрослый человек, и я уважаю твое решение. Он закрепил, плюс родители с ее стороны, они могли бы, это не значит, что нужно дочку выгонять, но объяснить ей. Мы всегда рады, мы примем, но тебе нужно вернуться в свой дом, к своему мужчине и решать с ним вопрос. Мы всегда у тебя рядом, мы всегда сможем принять, но если эти выходы стали зачастили... Это получается все решения, которые должны произойти в голове у девушки, женщины молодой и у ее родителей. Вот если там ничего не происходит, как ему... Нет, даже если мужчина начинает вести себя по-другому. Понимаете, в паре всегда два человека. Если один человек меняется, в любом случае эти изменения начинают влиять и на другого партнера. Мы друг на друга влияем. Поэтому очень важно, чтобы начал меняться мужчина, если он не может напрямую повлиять. И это уже повлекет определенные изменения со стороны женщины. Напомню нашим теледрителям, что сегодня мы говорили о том, как сохранить счастливые, радостные, хорошие отношения на всю долгую супружескую жизнь. На наш вопрос сегодня отвечала психолог Юлия Першукова. Спасибо большое, всего доброго. До свидания. А следующую программу «Случай из практики» мы посвятим выдающемуся ученому, социологу, который прославил республику на весь мир, Петериму Сорокину. Увидимся в понедельник в 12.40. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова